Всем привет дорогие друзья, с вами Касседжик Апплей и сегодня у нас мой ковер Асуны и Руби из династии Абрамсон. Это переодевание персонажей получилось довольно таки необычным, потому что я соблюдал, знаете, такую прям свою гамму, скажем так, определенную. То есть у Асуны это больше красный цвет, а у нашей Руби, как всегда, розовый, потому что она как бы не ушла от той тематики, которая у нее была, которая придерживалась еще, когда она была тоддлером. И я решил, типа, пусть она будет той же цветовой гамме, что и тоддлер, только уже в более взрослом виде. Асуне я старался взять более взрослый внешний вид, но, блин, как показала практика, с этим очень сложно, потому что, как я заметил, то, что у меня большинство одежды будет это из дополнения каталогов игровых наборов. Так и просто скаченная, она просто вся молодежная, реально, даже те юбки, которые я длинные беру, получается, скачиваю по колено, все равно кажутся молодежными. Я такой думаю, блин, почему так сложно-то создавать более взрослых персонажей, но, вроде бы, у меня получилось сочетать первый внешний вид, такой, скажем, все такое в красных тонах, такая, знаете, латексная или какая, глянцевая юбка, с такой прикольной кофтой, такой, знаете, которая такая надутая, скажем так, получилась довольно-таки неплохо. Украшения золотые дали, знаете, такой статус нашей Асуни, потому что она такая взрослая уже женщина, такая в возрасте. И в повседневке во втором стиле я, конечно же, опять использовал нашу любимую рубашку, то есть, мою любимую рубашку, которую я использовал еще в прошлом образе, она была синего цвета, но в этот раз я решил ее сделать красной. Не стал я использовать одну и ту же рубашку, именно один и тот же цвет, решил как-то немножечко поменять, потому что это будет странно, если у нас будет все одинаковое. Я волосы длинные оставил на, получается, официальном наряде такие же, потому что, ну, все-таки Крабик, как бы, не знаю, было бы круто с ним, было бы не круто с ним. Мне казалось, что нет, не было бы круто с ним в повседневной наряде и также в наряде для вечеринки. Поэтому там прическа осталась стандартная, которая была у нас раньше, но я думаю, что это, как бы, не мешает нам, потому что мы этими нарядами редко пользуемся, а во всем остальном, как бы, у нас новая прическа и я также поменял цвет волос, теперь у нее стало много темней и мне кажется, смотрится довольно-таки прикольно. Также я изменил немножко линзы, то есть они остались такими же кариями, глаза такие же карии, не переживайте, но я их немножко поменял, другой типаж сделал, потому что те меня напрягали, когда, бывало, она делала глаза вверх, вниз, там, не знаю, вправо-влево, у нее просто зрачки черные были от тех линз и я такой думаю, нет, тут надо что-то менять, поэтому я решил сменить линзы. От этого наша асуна страшнее не стала, она стала довольно-таки еще милее, поэтому я думаю, что получилось все довольно-таки интересно. И с макияжем, конечно, было очень сложно, потому что вроде бы хотелось, знаете, такое что-то нежное, в то же время такое, знаете, что-то статусное, я заметил такую фишку, чем грубее макияж, знаете, там, типа, очень сильно накрашены глаза, губы темные, то персонаж становится намного старее. Вот, не знаю, у меня такие ассоциации были, вот, не знаю, как вы считаете, но у меня так было, поэтому, где наряд у нас для тусовок, там у нее более такой, знаете, прям выразительный макияж такой, я решил все-таки оставить тот, который был, только немножко его переделал, вот, получилось довольно-таки интересно. Конечно, состарить ее не получилось, потому что, не знаю, это макия симса такая, или же Илья Эцкинтон на персонажей, то, что, как бы я ни пытался, но, все равно, она у меня какая-то, получается, молодая, молоденькая. Но я думаю, что внешний вид я постарался вам передать максимально то, что я хотел вам показать, ее возраст весь передать, довольно-таки неплохо получилось, и я рад своему образу, который я создал для нашей асуны. Ну, конечно, опять же, получилось все в красных тонах, но, блин, я люблю темно-красный, вот это вот, это просто мои любимые цвета, белый, черный и красный, я просто их обожаю, не знаю почему, пихаю сейчас везде и всюду. Надеюсь, я не перепорщился с этим, ну, потому что я еще старался разбавлять, там, серьгами золотыми, браслетами, кольцами, я думаю, что получилось все довольно-таки гармонично. У нашей Руби все очень легко и просто, ее стиль сохранился с тоддлерского возраста, у нее все такое, знаете, такое яркое, розовое, розовое-светлое, вот что-то в этом роде, и получилось интересно. То есть, например, если возьмем мы наряд из категории праздничная одежда, то есть тусовочная для вечеринки, там уже немножко не та цветовая гамма, но получилось довольно-таки интересно, и мне кажется, что ей идеально это подходит. То есть, знаете, она такая вся яркая, прикольная, еще, кстати, были проблемы со скинтоном, потому что Асуна, так как у нее скинтон стоит, она априори у нас получается светлый персонаж, у нее прям выбили на кожу, это Эли так создавала нашу Асуну, и у нас, получается, Руби родилась таким же цветом кожи, то есть очень сильно светлым. Я попытался это как-то отредактировать скинтоном, конечно, сейчас на видео увидите скинтон не тот, который я использовал в окончании, потому что что-то я куда-то пошел не туда, и использовал не тот скинтон, который я использовал на нашей Греты, и использовал скинтон, получается, на Руби такой же, как и на Грете, потом уже вне видео. Вот, и постарался выравнить цвет кожи, потому что это было очень сложно, и линзы, конечно же, у нее тоже карие, как у нашей Греты, потому что они пошли тоже в маму, у них карие глаза, и я решил линзы сделать такими же карими, как и у мамы, получается, да. То есть, все наследственное остается, генетика не тронута, все я не трогал. Главное, что я даже волосы не трогал, вы представляете? Но волосы еще рано, потому что предстоит еще время нам поэкспериментировать с волосами, но это уже в будущем, потому что мне не терпится переодеть нашу Гретту. У меня очень большие, грандиозные планы на ее переодевание, думаю, что вам обязательно ее образ понравится, может быть, не всем, но многим, потому что это будет такой, знаете, эксперимент. Вот, поэтому будем, наверное, заканчивать видео. Надеюсь, вам понравились мои образы, я старался передать все, что у меня было в голове, как я хотел, чтобы они выглядели. Конечно, в некоторых моментах я, может быть, как-то лоханулся, там, скинтоны, то, то и то, третье-десятое, потом еще вне видео переделывал, но я думаю, что не страшно, главное, что результат перед вашими глазами, и вы его видите. А всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, если вы увидите продолжение моих коверов на моем канале, также пишите в комментариях, как вам образы, и всем огромное спасибо за просмотр еще раз, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok